В последнем домашнем матче этого сезона Северский Трубник хотел порадовать своих болельщиков красивой игрой и очередными очками. У команды старт из нижней туры, старт игры явно не получился. Хозяева льда уже на второй минуте открыли счет в матче, а на четвертой удвоили свое преимущество. На 14-й минуте Дмитрий Разуваев забил и третий мяч. Казалось, что в этой игре интриги уже не будет, но не тут-то было. Гости активно включились в игру и буквально за 10 с небольшим минут сумели отыграться, сделав счет равным. В этот момент в сердцах болельщиков из Полевского затаилась тревога и непонимание, что же случилось с родной командой. А уж что творилось в тренерском штабе, оставим без комментариев. А болельщики из нижней туры воспряли духом и гнали свою команду вперед. Только победа! Только старт! Только победа! Однако хоккеисты Северского Трубника быстро вспомнили, кто действующий чемпион области. И все тот же 23-й номер Дмитрий Разуваев забил еще три мяча, оформив покер. К экватору матча счет стал 6-3 в пользу хозяев льда. Главный тренер команды Сергей Корнаухов не выдержал и почти весь второй тайм стоял за воротами нашего воротаря, чтобы его поддержать. И это сработало. Алексей Овчинников больше не пропустил. Итоговый счет 10-3. Победу одержал Северский Трубник. 3-0. Конечно, я немножко расслабился. Думал, что так будет. Нет, это хоккей. Все хорошо не получается. И они грамотно очень забили эти два угловых. Во-первых, первый сами привезли. Сразу пробили. Во-вторых, с выбегающими у нас был. Все-таки в тот момент, кто у нас выбегает, Женя Сосоев, он находился на скамейке, отдыхал. И получилось, что молодые выбегали на этого бьющего и неправильно выбежали. Мяч вылетал из-под игрока и воротарю нашими Леши было сложно поймать. Поэтому они со стандарта сумели сравнять. Но рад, что нашлись лидеры, нашлись ребята, которые верили, что все нормально, все мы свое дело сделаем. Потому что так просто никто игры и очки не отдает. И чтобы выиграть первое место, нужно заслужить, надо отработать, нужно отпахать. Поэтому благодарен ребятам, что все-таки сумели переломить. Но хотелось бы, конечно, лучше без нервов. Но, видимо, так не бывает. Это все-таки хоккей. Поэтому две оставшиеся игры, вот нам нужно грамотно отыграть. Все будет хорошо. Надеюсь на ребят. Впервые вас сегодня увидели за воротами. Это что, эмоции, нервы или как? Почему так? Да, просто хотел посмотреть, как у меня справляется оборона, как она выглядит. Потому что много лет в воротах простоял, знаю, вижу, где кто, как играет. Поэтому для уверенности просто посмотрел, как выглядит защита. И пока стоял, не забили ни одного гола. Так что скоро, наверное, буду в воротах тоже стоять. Сегодня свой день рождения отмечает игрок хоккейного клуба «Северский трубник» Дмитрий Сафулин. Удалось отметить сегодня на льду? Ну, победили. Хорошо. Команда сделала подарок. Ну, а если так вообще оценить игру, вот в первом тайме был какой-то такой переломный момент. Казалось, счет 3-0, потом 3-3. Что случилось с командой в этот момент? Немножко где-то упустили, потом собрались, добавили, переломили. Где-то, может, рано подумали, что игра наша. Стоит отметить и Павла Чучалина, который в этом матче оформил хит-трик. Впереди у полевчан еще два выездных матча. 24 февраля предстоит сыграть с «Энергией». А 26 февраля – принципиальный матч в Карпинске со «Спутником». Победа в любой из этих игр гарантирует «Северскому трубнику» очередное чемпионство. Игорь Соколов, Алексей Карипанов. Новости 11-го канала.